МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Анна Рязанова. Главная тема выпуска таковы. Ехать в центр не обязательно. В Устьянской ЦРБ хирурги осваивают современное оборудование для проведения лапароскопических операций. В свои 81 он колесит по городу в составе бригады психиатрической помощи. О заслуженном отдыхе даже и не думает, в чем секрет активного долголетия Станислава Ильина. И легендарная группа собрала многотысячный концерт. В Архангельске Би-2 презентовала свой новый альбом «Горизонта событий». Жителям Устьянского района больше не нужно ездить в Архангельский Котлас для проведения сложных операций. В центральной районной больнице установлено современное хирургическое оборудование для эндоскопии. Врачи сейчас проходят переподготовку. Наталья Пулина продолжит. Хирургия в Устьянском районе буквально за пару дней сделала большой шаг вперед. В центральной районной больнице установлено новое оборудование для эндоскопических операций, когда врач больше не делает больших разрезов на теле пациента. Манипуляции производятся через небольшие проколы. Также на этой стойке возможно проводить и диагностическую лапароскопию, выявлять проблемы на моменте поступления пациентов в стационар. Устьянским врачам такие операции пока в новинку, поэтому помогает им коллега из Архангельска, заведующий вторым хирургическим отделением областной больницы Алексей Попов. Он проводит первые операции на новом оборудовании и попутно делится с местными хирургами всеми нюансами. Как показывает опыт областной больницы, после таких операций пациенты могут быть выписаны на следующий день. Раньше при условиях мы применяли разрезов, а протонные доступы – это минимум 10 суток нахождения в стационаре. Наибольшая эффективность для проведения успешной операции достигается при совместной работе лапароскопической стойки и аппарата для наркоза. Последний больница приобрела совсем недавно благодаря спонсорской помощи. Он дает возможность пациенту максимально эффективно, во-первых, в хирургах проводить оперативную лечебность, во-вторых, без всяких осложнений, и пациент просыпается сразу после оперативного лечения, после оперативного вмешательства, не чувствуя никаких повышенных хирург. Такой тандем поможет вывести на новый уровень медицинскую помощь в Устьянском районе. Теперь жителям не придется ездить в Котлас или Архангельск. Все необходимые хирургические процедуры можно будет пройти у себя дома. Наталья Пулина, Ольга Бобина, Регион 29. Продолжаем выпуск. С территории причала на Хабарке исчезает брусчатка. Это фото размещено на сайте администрации Архангельска. Пропало уже 210 элементов. Примерно 3 квадратных метра покрытия. Чтобы найти похитителя, власти обратились в полицию, просят жителей Хабарки проявить бдительность. Возможно, эта брусчатка уже появилась на чьем-то частном участке. Информацию можно сообщить в администрацию Соломбальского округа или в полицию. Накануне Государственная дума в третьем чтении приняла изменения параметров пенсионной системы страны. Теперь время выхода на пенсию существенно сдвигается. На север женщины смогут заканчивать трудовую деятельность в 58 лет, мужчины в 60. Тем не менее, среди нас немало примеров, когда и в 80 люди сохраняют бодрость тела и духа, считаются ценными сотрудниками и опытными профессионалами. Таков и герой нашего следующего сюжета Станислав Ильин. В свои 81 колесит по городу в составе бригады психиатрической помощи, о заслуженном отдыхе даже и не думает. Виталий Барашков встретился с ним и узнал секрет активного долголетия. Свою медицинскую карьеру Станислав Ильин начал в 1965 году. Сначала работал в Карелии хирургом и акушером-гинекологом, затем судовым врачом. Побывал в Норвегии, Канаде, Польше. На станцию скорой помощи в Архангельске он пришел 45 лет назад, а через год начал работу в психоневрологической бригаде. У нас первых было пять человек. Первая пятерка. Из этой первой пятерки в живых я остался один. Да. Все по разным причинам, но скончались. В сутки количество вызовов доходит до 20. Психиатрическая бригада обслуживает город и пригород. Часто приходится бывать и в больницах, оказывать консультативную или острую психиатрическую помощь. Бывает, что мы, скажем, утром выйдем, запускают только на 15 минут днем, или даже уже к вечеру ближе кое-как перекусить, у вас есть еще вызовы. И бывает очень много. Ездим все ночи. Как-то у меня был случай, за сутки мы дали 400 километров только на машине. Да. И все были самые тяжелые случаи. За почти полувековую карьеру в скорой сталкиваться доводилось с различными пациентами. Как-то раз в психиатрической помощи пришлось с силой госпитализировать пьяного двухметрового дзюдоиста. Бывали случаи похуже. И с синяками ходили, и колотые были, и резанные были. Так что вот я до сих пор езжу в щите. Нож в спину получил. В свои 81 в бодрости и подвижности доктор не уступает своим молодым коллегам. Говорит, секрет здоровья – режим дня. Подъем в полшестого утра и зарядка. Плюс постоянная тяга к книгам. Станислав Ильин любит читать детективы. До сих пор изучает профессиональную литературу. В семье, где еще четыре врача, Станислава Петровича поддерживают. Да удивляются. Ты чего это самое? Ты чего? Так-то вот. Но уже это привыкли. Восхищаются просто. Сказать, не хвастаясь. К мнению и советам своего самого старшего на станции товарища, заслуженного врача России, преподавателя на курсах повышения квалификации, прислушиваются. Сколько я с ним работаю, я зачастую сам ему звоню по каким-то определенным мотивам, проблемам. Он сразу же дает квалифицированную консультацию, согласно которой я уже принимаю определенные решения. Станислав Ильин заявляет, что без работы он не может и заканчивать свой трудовой путь пока не собирается. Виталий Барашков, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельск с грандиозным представлением приехала легендарная рок-группа «Би-2». Концерт прошел накануне во Дворце спорта и собрал многотысячную армию поклонников. «Би-2» совершает гастрольный тур по стране с презентацией нового альбома «Горизонт событий». Специально для новой программы разработана оригинальная сценография, световое и видеошоу. Побаловали фанатов и старыми хитами. Ирина Ившина с впечатлениями от шоу. Если взорвется черное солнце, все в этой жизни перевернется. У этих девчонок «Черное солнце» – любимый трек в новом альбоме «Би-2» «Горизонты событий». Но сами музыканты говорят, титульным синглом стал «Летчик». Над ним парни из «Би-2» работали целый год. С него началась новая саунд-концепция всего альбома. С него начался и концерт. «Горизонты» стали событием в музыкальном мире в прошлом году. Деньги на пластинку музыканты собирали в том числе с помощью краудфандинга. С июня по октябрь 2017 фанаты вложили в создание альбома около трех с половиной миллионов рублей. Впрочем, разве удовольствие от музыки измеряется в деньгах? Ну, конечно, огромный заряд энергии идет от музыкантов. От Лёвы он вообще супер. Я решил послушать «Би-2» вживую. Мне нравятся их песни. Я слушаю их с самого детства. Еще на кассетных, знаете, когда. И тут моя мечта сбывается. И таких фанатов в Архангельской области оказались сотни. Ведь «Би-2» – это тот случай, когда музыка не имеет горизонтов. Ирина Ившина, Анна Кравцова, Александр Кузнецов. Регион 29. К этому часу у меня все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова